Что появится авиазавод, кто же на это рассчитывал? Вот он там и появился. Никто же не знал, что авиазавод, ФЭД и Коммунар поведут к тому, что появится четвертое такое предприятие военно-промышленного комплекса, как Хартрон. Потому что им там особо железная дорога не нужна. Какая силиконовая долина. Это произошло как-то вопреки законам здравого смысла. Но появилась еще вот одна такая площадка. И так получилось, что я думаю, что эту Алексеевскую площадку держали, а там есть железная дорога, там есть доступ к железной дороге. Ее держали на всяк случай. Не как силиконовая, не как подзар... не знаю. Предположение у меня такое. Когда стало понятно, что уже больше не надо, ребята, нам предприятий, хватит того, что есть, то ее отвели, собственно говоря, под жилье, под строительство. Потому что ее расположение по отношению к центру, площади Дзержинского, идеально. Она очень близко расположена в прямой связи. Соединить ее метрополитеном с центром города, это ушло два с половиной десятка лет. Но в этом тоже сложно найти виноват. Вы знаете, эту историю все. Старый блат уже знает, потому что это произошло вот сейчас. Она, кстати говоря, ввиду, как это, периода переходного, перестроечного, уже нет такие конвейерные типовые проекты там реализовывались. Там появились уже несколько экспериментальных проектов. Она не имела такого циклопического масштаба, как Салтовка. Характер планировки больше завязан на всего-то две магистрали, две улицы. Поэтому с точки зрения вот такой позднего советского архитектурного концепта, Алексеевка в гораздо более благополучном состоянии, благоположении, чем вся Салтовка. Салтовка и Нишайна. Бросайте в меня камень. Обижайтесь те, кто там живут за нее. Не знаю я выхода из этого исхода, как говорил Маниковский. Нет у этого всего решения. Это огромный эксперимент. Самый большой на тот момент в Советском Союзе единый спальный район. То есть есть Раещино, есть Черемушки, бесконечные Черемушки. Всем городам и всем Советским Союзом. Черкизово-Чертаново. Но вот такой район, который представляет собой монолит одного большого городской агломерации, представляющий собой полмиллиона населения, в Советском Союзе нигде больше не было. А вот это такая первая? Нет. Первый район Чертаново-Черкизово в Москве. Тогда это еще в Агутенковске, дедушке Ильи Агутенко проект в Хрущевке. Вот с них все началось. Первый проект был такой, самый показательный микрорайон Черемушки, который стал именем нарицательным. И поэтому Черемушки есть в Одессе, Черемушки есть в разных Новокузнецках, Кемерово и так далее. Это стало синонимом вот этой вот массовой застройки. Но масштабно. Население Черктаново 80 тысяч человек. Население какой-нибудь там спального района где-нибудь в Красноярске 100 тысяч человек. Пол миллиона собранных в одном месте без вставок только тут. Сейчас уже, наверное, нет. Сейчас я думаю, что разросшиеся Киевское левобережье, уже там позняки, осахарки, троещины, это уже такое, одно с другим слилось, перемешалось и образовалось не хуже. Но вот на тот момент это было вот такая колоссальная головная путь. На этом плане 85-го года, 86-го года, который был принят, ну вы же понимаете, что ничего из этого плана реализовано не было, на нем возвращались предыдущие концепции разгрузки города путем создания смешанных кольцево-радиальной структур. Частично оно работает, частично нет, потому что наступившие следующие 30 уже скоро лет нашей с вами жизни прилили к тому, что никакой план, никакие прогнозы, никакие стратегии не работали, а вернулись к прежней схеме, когда все как-то само вот растет, как растет. И то, что я живу, то живу. То, что умерло, то ну вот оно, умерло, как эта дорога возле метромоста между Киевской и Марабашок. И собрать это все в какую-то цельную концепцию достаточно сложно, потому что за каждой такой историей есть своя предыстория, есть еще что-то, есть еще чего-то. И мы в этом живем. Но надо какое-то послесловие по поводу всего этого сказать. Нет, это не будет. Надо послесловие по поводу всего этого сказать. Дело в том, что в принципе действительно есть, так сложилось, есть два больших подхода в области градостроительства. Ну, даже не градостроительства, а как это, жизни города. Одна эта группа, говоря, когда есть некий план, есть некое планирование городское, есть анализ и его результаты, и уложатся в основу всего этого дела. И действие идет по этому плану. Вторая, это, грубо говоря, стихийное развитие. Как правильно, не знает никто. Ни один, даже самый большой доктор, член вот этого самого королевско-битанского общества архитекторов, все равно не знает, как правильно. Потому что в истории архитектуры было тысячи и один примеров. Парижа, Чикаго, Нью-Йорка, Вашингтона, Петербурга, и т.д. и т.п. Когда был большой красивый план, когда выделяли серьезные деньги, когда были колоссальные потребности и амбиции для того, чтобы все было по-человечески, по плану. Оно работает, а потом вдруг оно перестает оказывать, иметь связь с реальностью. Или оно работает, оно прекрасно себя чувствует, и все хорошо. И есть очень много примеров, когда такого большого плана был или не был, но как-то он не прижился. Но, тем не менее, ситуация, которая сложилась, она как-то достаточно благополучна. Вот, когда Нью-Йорк Нью-Йорк сказал, достаточно благополучна. Потому что действительно есть такой какой-то эволюционный путь, когда что-то выживает и получается вопреки всему, вопреки обстоятельств, вопреки здравому смыслу, вопреки расчету, вопреки твоим планам, раз, и оно как-то прижилось. Я не буду говорить сторонником, какого подхода являюсь я. Гадкий. Вот. Единственное, чего я хочу сказать. Самое неприятное, даже неполитивное, неприятное, что происходило за последние 30 лет с городом, это бездумность. Не в смысле там, мы бездумно строили. А просто люди не очень задумывались за рамками своего участка. Вот мы там, нас там строят дома, вот в этом участке застраивают, и это плохо, и мы боремся. Правда, плохо, и так строить не надо, мы с этим боремся. А тот, кто это отстаивает, он тоже имеет свою правду, и тоже за это борется. Но ни тот и ни другой не представляют картины в целом. Ни тот и ни другой не видят вот этого домика, как будто часть большого пазла. И не проводят линию с северо-запад на юго-восток единым движением, понимая, что это на самом деле просто крупинка во всей этой мозаике. Это очень бездумно. Не обязательно быть архитектором для того, чтобы один раз сесть на самолет и посмотреть на него сверху. Иногда достаточно просто, не садясь на самолет, взять карту Харькова, или не Харькова, Киева, расстелить, даже если вы не таксист, расстелить ее и начать ползать по этим улицам, пытаясь понять, как эта зараза так устроена. Если я сюда пойду, куда я выйду, в конце концов? И там, куда я выйду? Почему оно там? Кто его туда воткнул? Ну, очень такой простой анекдот по этому поводу. Когда по ВДРЯ мы только там договаривались о съемках, мы с Лесем ездили по городу с оператором, и он повез где там, для определенной сцены, повез на поселок Артемов. Что можно на поселок Артемов? Ну, что можно на поселок Артемов снимать? А ты там едешь по Морозову, проезжая за Малыша, и вот там, где ИТР-овские дома, инженерные кадров поселок Артемов, там офигенно красиво. Это было зимой, такую солнечную, морозную, снежную погоду. Ты понимаешь, как умно оно спланировано, как умно оно придумано. Здесь. Я, Ян, нехорошее слово сказал, и больше так не буду. А поселок Артемов. Он говорит, слушай, а ты не знаешь, там вот, где здесь Качановка, Качановка? А я догадываюсь, зачем он это спрашивает, а это же было несколько лет назад, когда там уже. Ирина Владимировна ходилась. Я говорю, знаю, тут, вот там, по Качановой, туда. Мы едем, он говорит, слушай, это вообще другой мир. Это вообще, ну, не колония, там же промзона, там, строй гидроприла, там, ничего какой-то завод. А вообще другая, там же, черлет, цветмет. Вообще другой Харьков, вообще совсем другой. Как оно там сложилось? Я говорю, есть. У тебя же GPS есть. Отъедь на минусик, нажми, отъедь. И поймешь, как вот это с этим находится в прямой неразрывной связи. Он так, длин, длин, длин. А, понятно, тут это, длин, чё? Поехали к воротам женской колонии. Всегда можно найти способ, если бы не сели на самолёт и полетели, посмотреть на ситуацию сверху. Имеет отношение к городу, имеет это отношение к тому, как улицы проложены, или вообще это отношение к вашей жизни. Это был тост. Все.